здравствуйте коллеги с вами саков роман компания draw markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы поговорим о пожалуй последним знаковым событием уходящего года это сделки brexit ну а прежде чем и начнем не забудьте поставить лайк этому видео и ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях а также важно отметить то что на этой неделе тесла стала торговаться в индексе smp 500 apple заявил о возможном производстве электромобилей до беспилотных электромобилей эти и многие другие вопросы мы обсудили на подкасте два трейдера вместе с моим коллегой фуадом расуловым ссылочка на подкаст в описании к этому видео ну что у нас заканчивается год 25 число это рождество биржи будут закрыты и соответственно сейчас все меньше и меньше событий которые влияют на рынок и практически те движения которые мы видим отыгрывают тем не а предыдущие события которые были да мы получили соглашение о новом пакете стимулирующих мер которые стопит в силу как раз уже со следующего года но рынок похоже все уже это отыграл и сейчас важно также отметить последние события с полей brexit об этом мы соответственно сегодня и поговорим напомним то что финальное решение по торговой сделки до которые сейчас являются камнем преткновения финальная дата это 31 декабря соответственно к новый год должен начаться уже снова соглашение и последним камнем преткновения в данных переговорах как раз является рыбная промышленность да как бы странно это не звучало но тем не менее для великобритании и для евросоюза данный вопрос всегда был актуален и были определенные предние прения и до этого момента поэтому сейчас этот вопрос ключевой на повестке конечно мы понимаем что рыбный промысел не важен до в плане ввп он занимается выше одну десятую процентом на ввп великобритании и но это как говорится вопрос переговора до чтобы все-таки смогли договориться соответственно сейчас как раз активно ведутся переговоры в этом отношении и к 31 числу данная канун нового года уже должны договориться тогда мы можем увидеть соответственно на более плавный переход также важно отметить то что последний год был а довольно таки позитивным для британской валюты особенно после сентября мы увидели новый тренд восходящий по британской валюте и практически пару недель назад обновили также локальный максимум но сейчас чем ближе мы итоговому решению тем больше волатильности на британской валюте мы видим и соответственно здесь тоже нужно отметить ту ситуацию что опять же чем ближе мы подходим 31 декабря тем более волатильным становится валюта то есть да мы позитивно отыгрывали а то падение которое было два года до до начиная с 18 года но сейчас и может быть несколько подзабыли до с точки зрения того что все таки на первой на первом плане была ситуация с коронавирусом до борьба борьба с пандемией и меня собственно но это событие будет да то есть мы должны это понимать брексит уже свершился да то есть с 1 января двадцатого года великобритания официально вышла был период переговоров который сейчас вот вот-вот должен закончится поэтому это тоже важно иметь в виду да и уже по следующим событиям которые будут в новом году мы обязательно поговорим на наших следующих выпусках ну а теперь давайте поговорим о том что сейчас происходит на рынке у нас этот выпуск будет предфинальным этого года да мы с вами встретимся еще раз на следующей неделе и подведем небольшие итоги а как моей торговли моих инвестиций но в целом поговорим о том что на рынке меня было важного и что нам необходимо ожидать 2021 году евро доллар продолжает корректироваться то сейчас многие инструменты вошли как раз фазу коррекции какие-то пытаются быстро откупить то падение которое было в понедельник но пока не всем это удается но в том числе евро пока продолжает снижаться вчера мы видели еще одну волну распродаж а снижение было довольно таки активным мы не обновили минимальное значение которое было в пятницу я прошу прощения в понедельник но тем не менее общий тренд общая тенденция пока здесь сохраняется нисходящее лично я для себя также буду ждать остановки данного падения буду рассматривать уже вход на продолжение роста евро против американского доллара но пока этого не совершилось пока мы видим а динамику сохранения как раз коррекции а по британской валюте здесь коррекция была более сильной чем по евро а соответственно сейчас в пятницу понедельник также достаточно быстро откупили то падение которое было мы достаточно близко вернулись к ценам открытия но тем не менее вчера во вторник а падение продолжилось и пока также с точки зрения часового таймфрейма мы видим продолжение нисходящего движения по британской валюте здесь я тоже буду ждать для себя уровне остановки то есть уже буду смотреть с точки зрения часового таймфрейма где мы остановимся дальше уже я буду принимать решение по входу в позицию я для себя рассматриваю вход на продолжение роста поэтому все ситуации которые будут возможны как раз войти на покупку их я и буду для себя торговать а пара американский доллар канадский доллар коррекция также продолжается более активно чем помня европейским валютам соответственно уже а мы торгуемся в области 1.2889 то есть уже несколько дней сохраняется тенденция восходящуюсь коррекционно против того нисходящего тренда который мы не видели с марта двадцатого года поэтому здесь я тоже для себя жду остановки данной коррекции буду заходить на продолжение снижения соответственно если посмотреть также часовый таймфрейм тенденция восходящего здесь сохраняется и здесь только остается ждать ее завершения для того чтобы принимать решение уже по новым сделкам а пара американский доллар японская и она также продолжает двигаться на коррекционном восходящем движении здесь я для себя ожидаю движение меня по крайней волга 104 66 или лучше 104 90 и из этих уровней если как раз там сложится переход с фазы роста в фазу снижения то я для себя также ситуацию буду рассматривать для снижения то есть по всем инструментам у нас декабрь ну первая половина декабря была довольно таки активная тренд сохранялся тренд усилился по многим инструментам увидели обновление локальных максимумов или минимумов но соответственно я тоже для себя ждал коррекция которая вот началась теперь я буду ждать ее завершения а по паре австралийский доллар американский доллар также здесь сохраняется коррекция понедельник также активно откупали вторник все-таки нисходящее движение продолжилось ну и сейчас в среду торгуемся в таких смешанных называется настроениях да то есть мы еще не обновили локальный максимум и в целом пока здесь я тоже для себя ожидаю продолжение нисходящей формации но подтверждением этого будет обновление минимальной значений а вторника в зависимости от того где эта коррекция остановится здесь я тоже для себя жду движение ниже зоны ценности движение в области 73 74 вот из данных уровней я бы уже на соответственно покупал ну соответственно если при этом будет сигнал уже на часовом таймфрейме а по новизеландцу картина тоже достаточно похоже в принципе с текущих уровней также это выглядит довольно таки неплохо для того чтобы зайти на продолжение роста но опять же нужно ждать локального подтверждения то есть не всегда бывает так что сделку можно найти в любой момент по любому инструменту до с точки зрения торговой системы нужно дожидаться тех ситуаций которые можно торговать до согласно на правилам для меня пока эта ситуация не произошла поэтому здесь я жду и соответственно по новизеландцу опять же если мы смотрим часовой таймфрейм тенденция также продолжается вполне вероятно что можем опуститься еще до отметки 69 68 50 и из тех уровней уже конечно будет более комфортно заходить на продолжение роста золото по золоту здесь я для себя также рассматриваю позицию нисходящую пока у меня с точки зрения дневного таймфрейма основной сценарий пока сохраняется нисходящий пока эта формация не будет сломлена поэтому соответственно сделки на продажу здесь остаются в приоритете с целью движения на 1750 я пробовал ставить отложный ордер но к сожалению вчера цена до него не дошла он не сработал то есть такое бывает здесь я торговал от риска и фактически это было минимально доступная цена который я мог для себя позволить до с точки зрения риска поэтому сюда и поставил отложенный ордер sell limit а сегодня если цена все-таки обновить локальный максимум то мы сможем увидеть еще одну волну восходящего движения и пока я данную данный ордер я удалю потому что на текущий момент становится не актуальным дальше я буду уже смотреть а локально потому что мы можем переписать все-таки и локальный максимум и полный вероятно что новые точки для входа здесь могут сформироваться поэтому по золоту пока беру паузу так как вчера эта сделка не сработала а вот по индексу дакса здесь уже также мы видим довольно таки неплохой откуп того той коррекции которая была в понедельник и фактически сегодня уже цена торгуется выше максимальные значения которые были сформированы вчера поэтому здесь мы можем говорить о первой попытке завершения данного восходящего движения но если цена в течение 29 минут сможет удержаться выше отметки тринадцать тысяч четыреста сорок то для меня будет сигнал то что можно искать на покупки предварительно чтобы для наших слушателей тоже было понятно как я планирую действовать а я также поставил отложенную ордер buy limit и в данном случае я тоже торговал от риска для меня максимальный риск это один процент поэтому здесь я опять же понимаю где у меня стоит стоп лосс и в зависимости от этого я уже выбрал минимально допустимую для себя цену по которой я готов войти поэтому если мы увидим закрепление в течение 30 минут выше данной зеленой линии и если последует коррекция в ту область где у меня стоит соответственно buy limit то в эту позицию я войду потому что сейчас текущих уровней конечно для меня это выглядит во-первых не интересно с точки зрения соотношения риск-прибыль ну и по рискам здесь я тоже уже не писать а вот по этой цене я бы купил по s&p 500 здесь пока такой же картины мы не видим надо мы видим что также в понедельник то снижение которое было очень быстро откупили и фактически мы можем конечно ждать продолжение ралли но пока мне все таки видится что у быков не достаточно сил для того чтобы и показать новый локальный максимум в течение возможно недели возможно двух коррекцию мы все-таки можем и да возможно она будет не глубокая возможно это будет 3-6 процентов но с точки зрения захода на продолжение как раз роста это может быть довольно таки интересно поэтому пока здесь тенденции нисходяще сохраняются мы сегодня также обновили минимальные значения которые мы видели вчера во вторник поэтому здесь я не продолжаю держать руку на пульсе следить за этим инструментом но если мы сегодня все таки обновили локальный максимум то по данным инструментом ходить я не все-таки не буду потому что соотношение не самое оптимальное на текущий момент ну и важно тоже понимать то что участников на рынке становится меньше рынок тонкий что называется и меня он может быть крайне волатильный поэтому нужно быть тоже крайне аккуратно в данной ситуации а вот нефть марки бренд уходит чуть более так же затяжную коррекцию мы видим снижение уже практически три дня подряд вчера мы тоже по нефтемарки бренд падали и сегодня мы немножко торгуемся выше цен открытия меня среды но тем не менее пока с точки зрения часовой таймфрейма общая тенденция сохраняется здесь нисходящая вполне вероятно что можем опуститься еще в область 47 даже 45 и из этих уровней если вы торгуете для себя не кто уже имеет смысл также к ней присмотреться и купить на продолжение роста ну и также если вы покупаете например нефтяные компании они также коррелируют и мы также видим падение по нефтяным компаниям соответственно также может быть сигнал для входа именно в акции до с точки зрения инвестиций а у нас как я уже говорил заканчиваться год и наверное нужно в том числе до подвести небольшие итоги мы это сделаем с вами в следующем видео который будет в понедельник пятницу будет выходной поэтому мы с вами не встретимся и увидимся уже в понедельник на следующей неделе я расскажу о моих итогах которые были с точки зрения трейдинга с точки зрения инвестиций ну и поговорим о самых важных моментах которые были в этом году ну и также если у вас есть какие-то вопросы то обязательно их оставляйте в комментариях к этому видео и я обязательно их отвечу в ходе следующего видео ну а на сегодня это все не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео всем спасибо за внимание и до свидания